Телеканал КРТ представляет Как стало известно, некоторые зарубежные исследовательские институты, сотрудничающие с местными учеными, получили разрешение на испытания в стране трех новых вакцин и лекарств. Кенийские ученые заручились одобрением Комиссии по этике и сейчас ожидают авторизации от местного агентства лекарственных средств, а также от Совета по науке, технике и инновации. Епископ потребовал от кенийских властей разъяснения этой ситуации и подчеркнул, что правительство обязано проинформировать кенийских граждан о том, каким образом ему удалось получить такое разрешение. По словам иерарха, необходимое создание вакцины и поиска лекарства против COVID-19 не оправдывает риска, которому могут быть подвергнуты граждане страны из-за вероятных побочных эффектов препаратов, испытываемых без их ведома. Интересно, что ответят власти Кений и епископу? Вот, например, у нас на депутатский запрос о деятельности полутора десятков американских биолабораторий третьего предпоследнего уровня защиты, офис президента ответил, что этот вопрос не входит в компетенцию главы государства и переслали запрос в кабин. А тем временем Дональд Трамп в поисках крайних за провал борьбы американской медицины с коронавирусом пригрозил полным разрывом отношений США с Китаем. Цитата. «Мы можем вообще прекратить все отношения, и что бы тогда произошло, мы сэкономили бы 500 миллиардов долларов». Конец цитаты. Именно в контексте этой неординарной мысли Дональда Федоровича арабоязычное британское издание «Аль Куц» задает вполне логичный вопрос – сможет ли мир прожить без Китая? Автор статьи, популярный телеведущий Аль-Джазиры Фейсал Аль-Касем пишет, что Дональд Трамп удивил мировое сообщество, когда сказал, что не исключает прекращение Соединенными Штатами всех отношений с Китаем и обвинил его в распространении коронавируса в мире. Сначала автор задает риторические вопросы – разве Китай не превратился в мировую фабрику? Найдется ли в мире хотя бы один дом, в котором не было бы товара, произведенного в этой стране? А затем рекомендую Дональду Трампу ознакомиться с книгой американской журналистки Сары Бонжорни «Год без сделана в Китае. Реальный опыт одной семьи в просторах мировой экономики». В своей книге Бонжорни описывает эксперимент, когда она решила бойкотировать китайские товары на протяжении 365 дней с 1 января 2005 года. Это поначалу не представлялось чем-то сложным, но очень быстро она пришла к выводу, что Китай производит все на свете. «Это крупнейший в мире производитель электроники, телевизоров, DVD-плееров, мобильных телефонов, бытовой и офисной техники, обуви, одежды и аксессуаров, пластиковых дверей, ламп и спортивного инвентаря. Почти 95% всех видеоигр и 100% детских игрушек, в том числе куклы, плюшевые игрушки, машины, велосипеды, фигуры супергероев, произведенных в Китае. То же самое касается всех украшений, которые покупаются нами по случаю национальных, религиозных или личных праздников. Помимо китайских товаров, которые занимают все полки небольших и крупных магазинов, также есть так называемые смешанные товары, которые содержат элементы, произведенные в Китае, но собранные вместе в других местах. Проще говоря, мы никогда не сможем навсегда распрощаться с китайскими товарами или избегать их, так как Китай производит все. Конец цитаты. Последняя глава книги американской журналистки называется «В конце пути». В ней Сара Бонжорни признается, что крайне трудно жить в мире, где китайские товары недоступны. Альтернативу последним найти нелегко. Это дорогие товары, ограниченные в количестве, и выбор среди них невелик, в результате чего процесс покупки становится долгим и сложным. Как красноречиво отметил американский писатель Томас Фридман, цитата «Как Америка может бойкотировать Китай, если американский флаг, развивающийся над Белым домом, сделан в этой стране?» А тем временем в Соединенных Штатах все более интенсивно разворачивается избирательная кампания, где действующий президент Дональд Трамп борется с экономическим кризисом, коронавирусом и Джо Байденом. А Байден сражается против Трампа, обвинений в сексуальных домогательствах и старческой деменции. В среднем по стране Трамп пока отстает от Байдена на 4-5%, но в ключевых Штатах кандидаты идут голова к голове. Крайне неожиданно было увидеть на сайте суперлиберального CNN статью, как Дональд Трамп сможет снова победить на выборах в трех предложениях. Автор материала считает ключом к пониманию феномена Трампа фразу, записанную 17 мая в Твиттер Джеймсом Вудсом, редким представителем Голливуда, который поддерживает Дональда Трампа. Цитата. Дональд Трамп грубый человек, он тщеславный, бестактный и неотесанный, но он любит Америку больше, чем любой другой президент на моей памяти. Автор материала отмечает, что Трамп не был в 2016 году и до сих пор не является человеком, который нравится и которым восхищаются большинство американцев. Согласно результатам победных для Трампа экзитполов 2016 года, менее четырех избирателей из десяти сказали, что они положительно относятся к Трампу. Только один избиратель из трех считал Трампа честным и заслуживающим доверия. Только 35% избирателей сказали, что Трамп обладает подходящим характером для того, чтобы быть президентом. Как же Трамп победил, задается вопросом автор. Цитата. В 2016 году четыре избирателя из десяти сказали, что самое важное качество кандидата заключается в способности добиться перемен. И внутри этой группы Трамп обошел Клинтон, набрав 82% против 14%. Конец цитаты. Автор подчеркивает, что если у Трампа получится вновь победить, то это станет отражением фундаментальных перемен в том, на основании каких критериев американцы избирают своих президентов. Цитата. «Народная мудрость долгое время учила нас, что люди должны голосовать за такого человека, с которым им захотелось бы выпить пиво. Если не считать его самых убежденных сторонников, довольно трудно представить себе, что большинство людей захотелось бы выпить пиво с Трампом. Но проголосуют ли они за него снова? Один раз они уже это сделали. И Вудс, а также сам Трамп, надеются, что они проголосуют за этого козла еще раз». Конец цитаты. Ну, а пока мяч на стороне демократов и Джо Байдена. Им необходимо подобрать сонному Джо, энергичного кандидата в вице-президенты, а также подумать о внесении корректив в имидж самого экс-вице-президента. Продолжение следует...